Всех приветствую, сегодня покажу как рассчитать, изготовить и главное правильно подключить шунт вот для такого вольтамперметра. Вообще все вольтамперметры такого типа обделены встроенными шунтами, за исключением моделей на 10 ампер. И проще всего было бы купить уже готовый шунт, но ждать иногда приходится слишком долго, а нам нужно здесь и сейчас, поэтому делаем из того что есть. Забегая вперед скажу, что я изготовил шунт из обычной консервной банки и далее расскажу как выполнить расчет этого шунта. В первую очередь нужно определиться, какое электрическое сопротивление должен иметь нужный нам шунт. Проще всего конечно же найти паспорт на заводскую модель шунта и взять это значение оттуда. Либо воспользоваться законом Ома и рассчитать это значение, разделив входное напряжение амперметра на измеряемый ток. В итоге мы получаем абсолютно одинаковое значение. Габаритные размеры шунта будем выводить из формулы нахождения электрического сопротивления проводника. Нас в этой формуле интересует площадь поперечного сечения и в таком случае формула примет следующий вид. Теперь определимся с известными нам значениями. Сопротивление проводника. Вычислили, что должно быть 15 десятитысячных Ома. Удельное сопротивление проводника мы берем из справочной литературы. И так как мы делаем шунт из консервной банки, выбираем значение для стали. Оно равняется 15 сотых. Длину проводника выбираем произвольно. Но я возьму значение в 10 сантиметров. Большая площадь поверхности шунта имеет лучшую теплоотдачу. А так как сталь довольно хорошо меняет свое сопротивление при изменении температуры, это отрицательно будет влиять на точность измерения. Поэтому нагрев нам не нужен и меньшую длину брать не советую. Подставив эти значения в формулу, получаем площадь сечения проводника в 10 квадратов. Ну а теперь, чтобы найти необходимую нам ширину пластины, мы делим эту площадь на толщину нашей консервной банки. Получается шунт должен быть шириной 43,5 миллиметра. Ну все, смело вырезаем пластину нужного нам размера. В длину я кстати накинул плюс 1 сантиметр. И все потому, что нам нужно будет с каждой стороны припаять медные жилы сечением 2,5 квадрата, к которым мы уже и будем подключать нашу нагрузку. А вот как-то так выглядит плавление и застывание олова при пайке под микроскопом. Ну вот шунт почти готов, осталось проверить его на практике. И подключать мы его будем вот по такой схеме. И тут есть очень важный момент. Если у вас питание прибора подключено не от отдельного источника питания, а от той же цепи, на которой производится измерение тока, то тонкий черный провод ни в коем случае не подключать, иначе ваш вольтамперметр выйдет из строя. Поверьте мне, не допускайте таких ошибок. Ну вот собрали схему, подключили мультиметр последовательно шунтом, чтобы сравнивать показания. А в качестве нагрузки использовались два параллельно подключенных экструдера 3D принтера. Видим, что шунт занижает примерно на 0,5 ампера. Но крутить подстроечник при таком разбеге пока рано. Срезаем примерно 3 мм шунта и подключаем снова. Вот теперь практически идеально. Ну а незначительное отклонение уже можно отрегулировать подстроечником. Для крепления шунта спроектировал и напечатал на 3D принтере вот такую деталь. Сам шунт для компактности сгибаю в гармошку и получается, как по мне, так очень даже презентабельно. К тому же крепление подходит просто идеально. Устанавливаем шунт на свое место. Я сделал его для измерения потребляемого тока самодельным 3D принтером. И когда все будет готово, по расчетам потребление принтера будет около 30 ампер. Пока же подключен только экструдер. И мы видим, что все работает. Значит все сделано правильно. Если остались вопросы или я что-то упустил, напишите об этом в комментариях. Мне будет очень приятно, если вы поставите лайк этому видео и подпишитесь на канал. Ну а у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока.